И ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire, с вами снова Джо, Нел или Кендис, Дриада, Адам, мертвец в саркофаге, молодая бум-крыса 1, петух 3, курица 3, бум-крыса 5, петух 4, альпага, и так далее. Вы поняли, вы поняли о чем я. Всем привет, на улице прекрасная погода, по крайней мере в Москве просто замечательно. Я открыл мото-сезон и изо всех сил кайфую и катаюсь на мотике. Кто тоже приоткрыл сезон, ребят, поздравляю, желаю вам легких дорог, чтобы только лишь приятное наслаждение доставил этот сезон. Я надеюсь, все будет хорошо. Давайте замочим этого гигантского ленивца, потому что я хочу мех-ленивца. Я думаю, Нел его Изи сможет раскидать. Абсолютно. Ни на секунду не сомневался в Нел и в ее плазменном пулемете или... Энергопулемете я никогда не запомню. У меня есть определенное стойкое желание отправиться с караваном куда-нибудь на случай найти древнейшую опасность. Может быть, мы там сможем найти зелье Реса. Бывает такое? Я погуглил в Вики. Скажу честно, я не с головы беру эту информацию. Я погуглил... Я погуглил в Вики. И там написано белым, по какого цвета этот сайт есть. О том, что зелье Воскрешения можно получить только лишь из квестов. Тем не менее, Мерзвец написал о том, что ему попадалось в опасности или... По-моему, да. По-моему, в древнейшей опасности. Мне казалось, что в древнейшей опасности можно найти древние фолианты и люциферум. Какие-нибудь типа рецепты. Но если это так, мы... База достаточно самообеспеченная. И какое-то время, может быть, день-другой, она может продержаться на этих аккумуляторах. Если вдруг короткое замыкание не произойдет. Естественно. И... И как бы... И да. И как бы... Почему нельзя раз... Нужны материалы? А, потому что Нелла уже пошла разделывать. Не вопрос. Я просто думаю, с учетом того, что база самообеспеченная, если здесь не будет ни одного поселенца, то рейд должен пройти достаточно лайтов. Если он будет. Если дропнется осада внутрь базы, ну, максимум они там сожгут что-нибудь в базе, там, взорвут стены, а потом начнут уходить отсюда и умрут от турелей. И как бы... Мы что-то потеряем, и, возможно, это даже не самое плохое, что может с нами произойти. И... Я не думал целенаправленно куда-то идти, но вот сейчас призадумался, что мы можем зацепить своих зверей всех, частично кого-то из них продать, чтобы наварить еще денег. Мы можем взять весь шмот, который здесь в складе лежит. Его не так много, но с этого можно тоже наварить каких-то денег. Взять остатки серебра и... Биокодированный. Какого-то хрена револьвер здесь лежит, который совершенно не нужен. А у нас переплавить оружие на металл. Биокодированное. Делать бесконечно и... На территории базы. Ряда ты готовишь. Окей. Нел, ты засеиваешь лечебный куриль. Все заняты какими-то делами, но и как бы... Я думаю, что мы действительно можем положиться на турельки. Тем более у нас заряд. Все аккумуляторы на 100% заряжены. И ничего не тратится, при том, что работают все столы. Мы можем выключить все столы и сейчас. Абсолютно все, что здесь есть, вырубить. И... И оставить турельки включены. Я просто думаю, может быть, параллельно мы можем зацепить какой-нибудь из соседних поселений и там поторговать. Кто у нас есть? У нас здесь есть мирные переговоры. Я сомневаюсь, что Нел сможет провести мирные переговоры. У нас здесь роуминг-меканоидс. Просто механоиды гуляют по территории. Мирные переговоры с зеленым содружеством. Ежегодная выставка. И все остальное очень далеко находится. От слова блин, достаточно далеко. Сюда мы можем добраться по дорожке, но зеленое содружество с нами враги. Тем не менее, мы можем попробовать с ними подружиться здесь, в этой точке. И... И по пути просто зайти в пару локаций и разбить лагерь в надежде, что там будет где-нибудь древнейшая опасность и постараться ее залутать. И это, как минимум, разбавит наши приключения немножко, потому что мне кажется, мы немного начали скучать. Мы немножко начали здесь скучать. Давайте выключим столы для исследований. Это не выключаемо. Это можно выключить. Это можно выключить. Когда-нибудь мы перейдем на биооргоны. Это выключить. Торговцы экзотикой. Нелл. У них может быть зелье воскрешения. Опиум, пьет, чертеж, ультра-телевизор, большая скульптура из мрамора, адреналиновое ребро, локтевое лезвие. Вот эта штука, по-моему, с механоидов снимается, да? Острая, как бритва, расположена в потайном отсеке властевой кисти, выдвигается быстро и бешеной и позволяет наносить сопернику сокрушительный полющий удар. Сердце, нога, пси-тренер, и как бы и все. К сожалению, к сожалению, какими бы редкими они торгованными не были, у них не так много чего-то нам полезного нашлось. Оп. Почему оно... Ладно. Поэтому я и думаю, во, ребята вроде все выключили, все, что... все, что можно. Да, наверное, да. Единственное, наверное, мы сделаем эти... Спальные мешки миллион. Один двойной и три одиночных. Не? Потому что у нас Элия и Адам могут спать в одной постельке. Мебель, спальный мешок, из... Сколько у нас меха, трумбы? Как посмотреть? Здесь можно развернуть, по-моему, где-то в ресурсах. Блоки. О, ткань. Мех трумбы 351. А на одну... 85. Нам хватает, что? Давайте зафигачим. Пускай... Блин, на улице они будут получать дебаф от строительства. Давайте, наверное, построим здесь. И потом просто вернем зону. Спальный мешок из меха трумбы. И на всякий случай... Наверное... Один запасной. Вдруг мы кого-нибудь купим? Вдруг будут какие-нибудь роботорговцы? Там что-нибудь такое? Киндис уже кинулась строить. Вау. Вот это... Вот это усидчивость. Вот это настоящий... Настоящий респект. Хороший, хороший... Шедевр! Ха-ха-ха! Е-мое. Еще отличный и еще один отличный. Убрать. И... Эти мешки тоже убрать. И мы их можем с собой взять. А-а-а... Горные козлы сходят с ума. Сколько? Это некоторое количество. Целых шесть горных козюль. Вы не дадите нам, да, уйти? Давайте воспользуемся чуть-чуть Киндис. Может быть, она сможет даже в кого-нибудь попасть. Если они отойдут немножко подальше. меня пугает маленькая горная козюлька. А, ну-ка! Что, агрессивная? Почему в нее не стреляла, Киндис? Алло! Теперь у тебя уши. Ну, зараза. Да почему ты не стреляешь ту, в которую в упор к тебе? Ну, еж ты! Ты что, издеваешься, что ли? Еще пару штук осталось. Три штуки, точнее. Это раненая. Ну, зараза. А когда, с каких пор горные козюли стали такими смышлеными, что они прячутся за стену, чтобы по ним не стреляли? Перезавидись. Мне нравится, как дверь без... Ты что, сволочь? Ну-ка! Ну-ка, кышь от моей двери, блин! Зараза, блин! Ну все, ты погибаешь. Сколько у тебя стрельба? Семь, кстати. Тем временем у Кэндис, которая с единицей, по-моему, присоединилась со стрельбой к нам, уже семерочку может стрелять. два часа кровотечения. Этого достаточно и остается одна, которая, которая просто бегает налево и направо. Иди подхилься. Нам нужно включить турельки, я думаю. Включить. Это включено. И она сама сейчас умрет на ловушках. Смотри. Она даже сюда не захотела идти. Ну что за... Что за странные звери? Нел, мне нужна твоя помощь. Я знаю, что ты чилишь. А, все. Г-г. Не надо, спасибо. Отличная... Отличная миссия. И... И все, да, осталась единственная горная козюля. Нел, не надо отдыхать, надо добить. Надо добить. Срочный перенос этой горной козы и... В общем-то, нормально. Нел, ладно, я понял. Ты не успел их добить, они умерли сами. Окей. Кто-нибудь перенесет. Из-за долгого отсутствия тренировок бум-крыса 5 потеряла навык преданности. Чего? К чему у тебя учить на травливании? Я не хочу вас учить, я хочу, чтобы чилили и... И сренькали этой химии, из которой можно делать минометные выстрелы. Мне больше бум-крысы ни для чего не нужны. Кататься я на них точно не собираюсь. Это самая тупейшая идея, которую можно придумать, мне кажется. Кроме случаев, когда это какой-то тип казни. Это звучит прикольно достаточно. Типа ты садишь кендис. Тебя никто не полечил, конечно же, потому что всем плевать вообще на тебя. Твоя трещина затянется самостоятельно. Иди, замени. Да не нужно тебе лечение, блин. У тебя трещина, которая уже зажила. 0-1 и все. Слушай, прикольно. Они так часто начали пилить шедевры. А шедевр это чуть хуже, чем легендарно, да? Но все равно. нам бы повысить чуть-чуть качество спален. Наверное, плевать. Наверное, я хочу подождать, чтобы они немножко хотя бы выспались и, возможно, даже позавтракали и после этого мы их отправим. Всех переведу на очередь. у нас есть один танк. Кроме Нел, потому что у нее энергопулемет и он он просто поливает. Просто поливает. Окей. Окей, окей, куда мы первым делом пойдем? Сколько у нас времени зеленое содружество подружится? Здесь даже нет описания. Мирные переговоры с зеленым содружеством. Странно, и как бы и здесь и здесь 7 и 1. сходим сперва сюда. Если не получится, мы наживем просто новых врагов, а мы с ними и так враги. Так что ситуация хуже не станет. Так, Нел может просыпаться, Эля может просыпаться, Кендис пусть спит, Дриада может просыпаться, Адам, 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 уже проснулся. Если Рэнди сейчас ничего не подкинет им после завтрака в плане негативных событий, то мы и очень даже готовы выкатиться. Торговцы экзотикой покинули зону. Аккумуляторы абсолютно не высосали за ночь. База самообеспеченная. Единственное, что здесь только 4 турели на входе. Вот эти две, они станковые пулеметы и надо, чтобы кто-то ими пользовался. Здесь у нас тяжелая турель, здесь у нас мини-турель, здесь у нас три мини-турели и одна тяжелая. И как бы больше вариантов входа нет. Либо отсюда, либо здесь пробиться, либо здесь. Я не думаю, что противники начнут копаться через какую-то огромную стену. Максимум вот здесь, но я здесь укрепил тяжелой стеной. Хотя, ну, ХЗ, даже если здесь, пулемет сразу реагирует, просто начинает поливать сюда. Здесь дверь, то есть им придется в любом случае идти к пулеметам, потому что здесь мешки с песком и проход. Я думаю, все достаточно нормально. Нелл готовит вкусные блюда, мы возьмем с собой кучу еды, у нас есть пять сухпайков. Мы можем, кстати, готовить сухпайки, я по-моему... Да, приготовить сухпайки. На колониста две штуки, например. Дряда разделывает. Нелл, тогда готовь сухпайки. Why not? мы возьмем с собой сухпайков. А че? Даже хорошо. Не портящаяся еда. Нам надо много, если мы так долго собираемся гулять, либо мы просто на ходу еще где-нибудь прикупим, или поохотимся и приготовим. И норм. Я думаю, этого достаточно, плюс вкусные блюда. Да, 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 да. Так, Караван сюда. принять всех возьмем тяжеловесных животных. Верхом кого-нибудь посадим на альпак. Допустим, я даже не знаю. Давайте дряду посадим верхом. это уменьшает кстати нашу скорость передвижения, поэтому а если дряда едет верхом, увеличивает. Окей, окей, меня устраивает 13,1 и мы еще 250 килограмм с собой можем набрать. Помимо того, что мы с собой берем кучу сухпайков. Давайте возьмем все сухпайки. 14 блюд, мясо не надо, кукурузу наверное надо чуть-чуть взять, чтобы было чем кормить животных, соточку например. Медикаменты 10 штук, спальные мешки все. хороший, отличный шедевр. Один можно не брать. до я не знаю насколько это индивидуальная штука, пусть лучше будет сток. Я не уверен могут ли они во время передвижения в виде каравана тащить с собой спать в двуспальных мешках. Мне кажется, нет. давайте заберем пекалий например, который стоит 0. Биокодированный револьвер, который стоит 0. Не, мы возьмем что-нибудь что стоит дорого. Плаш из ткани. Мы это попробуем продать. Противогаз. Это можно оставить. Возьмем все серебро, что у нас есть. И у нас большая сумма денег с собой. у нас огромная заметность и на нас могут напасть с другой стороны и как бы и чем ну и убьют нас. И как бы мы знаем закончим. Нем? Я думаю это все что нам нужно. Остальное стоит просто какое-то копье и даже даже ради веса не хочется с собой таскать. Окей. Мы отправимся все вместе и надеюсь Нелс 939 сможет урезонить это мероприятие и база наша не развалится. Я очень надеюсь. Я верю в ребят. В девчат. Верю в наших роднулечек. Ну либо если все пойдет совсем плохо ну 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 как бы ну мы всегда можем постараться ливнуть очень быстро и возможно у нас нет паузы чтобы ливать быстро на самом деле. Придется воевать. Может быть пока дряда будет танчить все остальные смогут уйти с карты. Не знаю звучит радикально и звучит как будто мы оставили базу на самообеспечении. звучит беспечно но я я хочу каких-нибудь еще переживаний. Заросли амброзии. Окей. Я думал уже что-то плохое произошло. У нас эта карта настолько богата в плане амброзии. Посмотри. Я могу кликнуть разок выделить предметы на карте. 28 кусков. кустов здесь 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 еще здесь появился турурурурум пум посмотрим я думаю они не должны сильно просесть по настроению потому что у них прекрасные спальные мешки почему альпаки беременность что за конквест а окей ладно мы с этим никак не связаны и как бы и окей и как бы и окей первый привал сколько им сюда идти расчетное время пути полдня окей бандиты деревенька пиратов прекрасно долина насильников яйца окей мы же успеваем да шесть дней еще да мы сюда успеваем что за что за акустическое шоу место предназначено для проведения выставки в этом году 18 часов мы сюда не успеваем к сожалению мы сюда к сожалению не успеваем но наверное это очень сильно подняло бы настроение если это не какая-то ловушка верховный советник фракции зеленая содружеств сообщает что хочет встретиться с вами на нейтральной территории для переговоров не знаю мы можем милость короны и 20 золота получить если зачистим вот этих механоидов здесь звучит супер опасно звучит чересчур опасно я не уверен сколько их там будет во-первых здесь же написано связали с вами по радио атакуют механоиды ты-та-ты-та-та-та точка отмечена на карте это хорошая возможность получить детали механоидов или приобрести умершвление некоторых своих поселенцев если мы победим то мы получим 4 единицы милости короны и 20 золота и я как бы ехать за чтоб побазарим чтоб переговоры враги лидеры двух противостоящих игра кстати я не думаю что она на паузу стала теме лидеры двух противостоящих фракции дэди лендерс и красная улитка соорудили аван посты в разных углах временного временного лагеря на охотница может сказать следующее встреча зеленая при привет встреча с зеленым содружества встреча с племенями ястреба у нас кстати с ними лучше отношения мы адама сперли из них лагеря подрывать мирные переговоры для улучшения колонии ми онный ми ми онный посредник между меня фракциями уилл достигать 10 в общении мы улучшили отношения до минус 27 минус 30 с обеими фракциями переговоры прошли удачно благодаря большому взносу вашего переговорчика и бои и бой так сюда мы не успеваем два часа я думаю второй раз мы судьбы не будем тянуть забылся и мы здесь разобьем лагерь и посмотрим если здесь древнейшая опасность это миль наименьшее ваще то . которую мы могли найти окей и здесь еще грозовой шторм поэтому продолжить путь седы отправиться я думаю на дороге нет смысла вот в горах мне кажется в горах мы можем очень очень даже легко встретить эти самые штуки штукенцы штуки нюхи я очень надеюсь а почему мы так далеко от всех у нас же я плентил так чтобы можно было кому-то сходить поторговать наверное просто поселение умирают или перебираются на другие локации тут же все-таки достаточно динамичная штука когда когда этот мод подключить динамик дипломаси мы кстати можем теперь сходить в херах сис поторговать с ними потому что мы теперь с ними в хороших отношениях юбер мир с этими мы не можем у нас 100 статус рыцаря должен быть но я я думаю неплохая вещь сходить в херархис насколько насколько они крупные такой вопрос мы не можем посмотреть о них показать товар для продажи а это чего у них есть до изделия люсиферий продают модуль самоуничтожение ремонтный модуль манипулятора я вижу что все по алфавиту я я не уверен как правильно зелье воскрешение называется даже по-английски это вроде как си серум что-то что-то ресурэкшн серум а по-русски юсерум это зелье молодости его можно вколоть пожилому и установить точнее или или она процедура в общем провести и пациент начнет молодеть например такой вот вариант есть молчаливый челюстной имплант мышечный стимулятор light рецептор древние фолианты железа я ищу что-нибудь в духе оживляющий сироп исцелитель есть он вылечивает шрамы обезболивающее ребро рука рук труба слонове бивень сыворотка воскрешение товар интересы вот она называется сыворотка воскрешение у них они это хотят купить или у них это может быть тут два варианта надо проверить и надо проверить а можно от этого квеста отказаться я все равно скорее всего я лишний раз не хочу с механоидами связываться потому что это просто настолько им балансная штука на 500 процентах что это не серьезно это это просто не серьезно почему вы чилики блин неврест вперед погнали вы все отдохнувшие сколько спать можно нам нужно вообще-то искать рез и и добраться и посмотреть может быть они захотят с нами торгануть в смысле торгануть они с нами в любом случае захотят если что мы можем им просто чё-то в подарок дать из того что мы с собой тащим и улучшить отношения еще сильнее потому что по ходу это эта фракция тоже достаточно продвинутая чё разобьем лагерь здесь алды на месте я боюсь скажу честно я боюсь и здесь снова нет древнейшей опасности я я не знаю какова вероятность может быть это вообще так не работает может быть это я я вообще выдумал это просто и лютую штуку сколько сюда идти 21 день вообще не проблема а можно старые заброшенные лагеря удалить или они сами рано или поздно исчезнут не суть не суть тем менее ребятам мы подходим к получасовой отметке большое спасибо за то что присоединились к сегодняшней части наших приключений в мире и рим волда я постараюсь вас воздержать от этого долгого перемещения и в следующей части мы начнем с того момента как доберемся и и поторгуем и и надеюсь преуспеем в этом большое спасибо спонсорам этого видео ники которых вы видите ники людей которых вы видите перед собой на экране просто замечательные ребята большое спасибо на они очень сильно меня стимулируют на запись новых видосов большое спасибо за лайки и комментарии это действительно помогает если вы хотите дальнейшего развития канала и чтобы видосы продолжали выходить для вас это супер мелочь жмакнуть лайк и написать коммент а для меня это действительно возможности вариант улучшить контент и показать то что мы с вами натворили больше аудитории я бы я бы хотел завести больше знакомств с вами был джонни специально для канала джоевая увидимся завтра всем большое спасибо желаю всего хорошего ребята и пока пока